Добрый день, Цаураем Тувим. Сегодня 9 сентября 2023 года. Вы послушаете выпуск новостей на легком иврите. Это будет язык четвертого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, потом его переведу. שלום. אתם שומעים חדשות בעברית קלה ברדיו קולהיזים. לונדון. בריטניה קונה מעיל רוח תוצרת ישראל לטנקים ב-100 מיליון פאונד. ישאויה. שוטרים שלפשו בגדים של חרדים עצרו נערים שזרקו אבנים. ירושלים. אחרי רעידת אדמה במרוקו, ישראל שולחת לשם בית חולים שדה. Переведем. Шалом, здравствуйте. אתם שומעים חדשות. Вы слушаете новости. בייברית קלה, на иврите легком. ברדיו קולהיזים, по радио Голос Коз. Лондон, столица Великобритании. Британия, קונה מעיל רוח. Британия покупает и מעיל רוח, это мы переведем как ветровка или штормовка. מיל можно перевести как плащ или куртка, или может как пальто в каких-то случаях, то есть верхняя одежда. И רוח это ветер, то есть מיל רוח, здесь у нас смехут, связка двух слов, получается как плащ для ветра или куртка для ветра. По смыслу ветровка, штормовка. И мы понимаем, что в данном случае это название особого устройства, системы защиты танка. То есть система активная, она может поражать другие объекты, она не допускает поражения танка. То церет Исраэль, производство Израиля, то церет это производство, значение где это сделано, то церет Исраэль можно перевести как сделано в Израиле, израильского производства. Летанкин для танков, ле может использоваться в значении для, летанкин для танков, бе ме миллион паунд. Бе в данном случае как за сумма сделки в дословно в 100 миллионов фунтов или за по 100 миллионов фунтов. Исавия, это пригород Иерусалима, и в Исавии живет арабское население, это восточная часть Иерусалима. Шутрим, Шелавшубгадим, Шельхаридим, полицейские, которые надели одежду ультраортодоксов, Харидим это ультраортодоксы, религиозные евреи. Ацру Неарим, Шезарку Аваним, арестовали или задержали подростков, парней, которые бросали камни. Я покажу вот таким образом, это перед выходом на задание, полицейские, которые в белых рубашках, они как бы переоделись в Харидим. И зачем они переоделись? То есть сначала подростки убедились в том, что в машине едут евреи, но если это в одежде Харидим, явно религиозные евреи. По своим каналам каким-то образом они сигнализируют другим, которые бросают в это время камни. Полицейские уже к этому готовы, выскакивают из машины и задержали тех, кто бросает камни. Это уже не первый раз такие случаи были. Иерусалим, Ахарей Реидат Адама Бе Марокко, после землетрясения в Марокко. И здесь Реида, это трясение, Реидат Адама, Смехут, связка здесь. И в слове Реида у нас буква Гей поменялась на ТАФ по правилам. Если первое слово связки Смехута заканчивается на Гей и звук А мы слышим, то есть слово женского рода, как Реида, то в связке Гей переходит в ТАФ, получается Реидат Адама. После землетрясения в Марокко, Исраэль Шолахат Лишам, Бейт Холим Сады. Израиль отправляет туда полевой госпиталь. Бейт Холим это больница или по контексту, если это армейский, можно назвать госпиталь. И слово Сады это поле. И в данном случае слово Сады это второе слово Смехута, связки. И в иврите второе слово Смехута условно можно переводить как прилагательное. То есть здесь условно первое слово, хотя здесь два слова, но это как условно одно слово. Бейт Холим больница и Сады поле, как полевой, полевая больница, полевой госпиталь. Чтобы вам было понятно, если я скажу Митбах Сады, это будет полевая кухня. А если я возьму Бейт Мишпат, это суд, и скажу Бейт Мишпат Сады, то получится полевой суд. То есть таким образом мы в иврите решаем в том числе проблему малого количества прилагательных. Полевой мы слово образуем не как прилагательное, а как второе слово Смехута. Если вдруг непонятно было то, что я сейчас сказал, в описании к этому видео я поставлю соответствующий материал. Рекомендую этим воспользоваться. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.